Сегодня состоялась встреча председателя регионального организационного комитета Единой России и председателя Воронежской областной думы Владимира Нетесова с кандидатами предварительного голосования от Воронежской области накануне единого дня голосования, который пройдет по всей стране 22 мая. В нашем регионе в предварительном голосовании приняло участие 39 кандидатов. Владимир Нетесов убедительно попросил всех в воскресенье 22 мая на избирательных участках, а их по всей области будет открыто 338, соблюдать принципы честной борьбы, не использовать административный ресурс, жестко пресекать провокации в виде подкупа избирателей и другие грубые нарушения избирательного законодательства. Руководитель регионального оргкомитета особо подчеркнул, если будут выявлены и задокументированы факты нечистоплотного голосования, то их инициаторы ответят по всей строгости, вплоть до аннулирования результатов. Все кандидаты от Единой России, участвовавшие в дебатной кампании, положительно оценили ее опыт и высказали удовлетворение, что все участники соблюдали этические нормы и правила поведения. Я считаю, что дебаты были открытыми, легитимными и соблюдалась этика ведения дебатов. Я считаю, что это очень важно. Наверное, этому сопутствовало то, что когда мы начинали дебаты, заключили соглашение между всеми участниками дебатов, в которых было указано, что мы будем вести себя очень корректно, цивилизованно и интеллигентно. И я считаю, что у нас это получилось, мы результата своего добились. Считаю, что, наверное, точно так же, прежде всего, если мы баллотируемся в высшую законодательную власть, то мы должны быть людьми ответственными, интеллигентными, порядочными и показывать всем образец и пример своего поведения. Наши выборы должны пройти конкурентно, открыто, легитимно. Я считаю, что без административного ресурса мы лишний раз уточнили это с кандидатами. Те, кто будет заниматься мерами воздействия, скупкой или еще какими-то процедурами, которые будут идти в разрез регламента, мы будем аннулировать итоги выборов. Напомню также, что голосование будет тайное, рейтинговое. И здесь очень важно, как поработал кандидат. И кому люди доверяют, тот, изручившись поддержкой, получит тот результат и по качеству, и по количеству избирателей. И мы вместе с вами увидим, как это происходит. 22 мая участки будут открыты с 8 утра до 20.00. Кандидат может поставить своих наблюдателей. Мы уверены, что на принципах открытости, легитимности и на доверии мы сформируем тот итоговый результат по тем кандидатам, которые заручаются поддержкой наших избирателей. Продолжение следует...